Осман Осман Ты видел новость? Да, видел Хорошо, но откуда это вдруг оказалось в СМИ? Как бы ты реально подумал, что это твоих дел не разозлился? Слушай, дорогая, очевидно, что это не мои дела Хочу пойти поблагодарить Бахар Было бы хорошо, я тоже поеду с тобой Да нет, ты займись делами своими Ну ладно Я к Назанам собиралась поехать Тогда вместе поедем Давай, ладно, подбросим Бахар, пожалуйста, хватит плакать Ты просто допустила ошибку Мы все допускаем ошибки, что-то такого Да это очень хорошо вышло на этих фотографиях Бахар, дорогая, пожалуйста, не надо так, я прошу Ну, сестра, прости, пожалуйста Я просто хотел смягчить обстановку Ладно, все Плачем и ни к чему не придем Лея Кемаль простит тебя Не выдержит твоего плача Да, мама Сергей Ну, я не знаю Надеюсь, будет, как ты говоришь Мама Добро пожаловать Кемаль Выпил, что ли? Мама Поговорим с тобой Кемаль Она не виновата ни в чем А что было бы лучше, если бы она плохое говорила про нас к журналисту? Прошу Спасибо, доченька Спасибо, доченька Я возьму Спасибо Проходите Папа Кого я вижу Причина Причина всего Любимый Папа Ставь Что планируешь Что ты делаешь, сынок? Прошу, не стойте на ногах. Я пришел, чтобы поблагодарить. Еще чего. Ты же не из-за этого приехал. Журналисты где? Попозирали, может? Чтобы репутация Кузанов поднялась, а? Мехмед Кемаль, пожалуйста, хватит. Тебе хватит. Ну вот, смотри. Пошу. Получилось у тебя. Грязные руки в этот дом привел. Кемаль. Репутация Кузанов поднялась вверх. Что тебе еще-то нужно? Кемаль, приди в себя. Разговаривай с оцом нормально. Папа. Какой папа? Вот это папа, что ли? Босс. Большой руководитель группы компании Кузанов. Успешный бизнесмен, Осман Кузан. Ты очень несчастными нас сделал, Осман Кузан. Очень. Гордись своими выходками. А теперь выходи из дома. Сынок, не надо. Ну, выходи давай. Выходи из этого дома, папа. Кемаль, говорю, уже хватит. Нет, хватит. Если ты вместе с ним, то тоже уходи. Папа, все нормально, папа? Нормально, нормально. Папа, тебе уже лучше? Все нормально, доченька. Прошу выпить немного воды, пойдет на пользу. Вы выглядите не очень хорошо, так. Бахар, иди принеси прибор для измерения давления. Бахар, доченька, не надо. Все нормально. Пожалуйста, дай. Папа, тебе тяжело дышать. Давай, приезжай здесь немного. Да и ладно. Пойду. Рэй. Кемаль тоже меня уже. Не хочет видеть. Папа, давай. Надеюсь, ты внутри себя поймешь меня. Почувствуй свою вину, сад. Папа, так я тебя не отпущу. Едем к нам, давай. Махар. Нам нужно поговорить. Ладно. Это молчание. Не к добру. Ты что-то плохое скажешь. Слышишь, это же несправедливо. Слушай, давай, права не качай, не капризничай. Ну ладно. Давай, отвечай. Знаешь, ты моя девушка из чашки. Что это значит? Это значит любовь. Ты моя любовь. Ну и в то же время я тебя одолела. Вот так вот. Да. Ало. Айо, Фериде, это Дженейт. Да, Дженейт. Позвонил в компанию, сказали, что ты дома. Я тоже дома. Мне нужно поговорить с тобой. Придешь сюда? Почему? С работой связано. Я не хочу приходить в тот дом. Что хочешь сказать, можешь и по почте отправить. Письмо еще писать. Бизнес-фумен нам тут назрело. Куда это ты? Тут госпожа Фериде. Ну вот это красно. А перчатка вторая? Она у меня. Не мерзни. То, что ты делаешь, совсем непрофессионально. Себе тоже пример. Что ты пытаешься сделать? Не думаю, что я это пытаешься сделать. Когда я буду звать, ты будешь приходить к госпожа Фериде? Нет, господин Дженейт. Я не обязан приходить. Я не ваш работник. Я работник господина Тэша. Ладно. Я обещал, что я не ссориться с тобой. Ладно, работай. Это мои рисунки. Что они у тебя делают? Тунча видел? Хотел, чтобы я посмотрел. Что все это делает у тебя? Зачем тогда ты это нарисовала? Я так это для себя раскрасила. Мы тут работаем. Тунча видел, ему понравилось. Он почитал, что это может быть на пользу компании. Принес мне. Я хочу, чтобы ты доработал эти рисунки. Я... Конечно. Тебе указы дают Атэш. Послушай. Успех в этом деле может быть важным для твоей карьеры. Мне кажется, тебе стоит подумать. Да, я Илюль. Я рядом с Фериде. С работой связано. Ладно. Я скоро приду. Ну, что думаешь? Ну, я не знаю. Эти рисунки? Да, я знаю. Они еще сырые. Но я хочу завтра увидеть их доработанными. Это героев. 버ц cerшерия. AAa. Можно делать его взрываю. Эти рисунки. Сестра, мне страшно, не бойся, нас защитит зонтик, но он же неправильно стоит, пускай заточит в себе молнии, а потом внутри появятся звезды, и больше не будет молнии, нет, закончится, и ты тоже больше никогда не будешь бояться. Куда ты подевалась? Брунки купила, просто ехала поменять их. Вот как? Может, ты наденешь свои брюки, и мы с хорошенько поужинаем? Что скажешь? Я немного устала. Держишься на меня? Нет. Да. Эй, Илюль. Все еще дышишься на меня? Я в обиде, Джунейт. Я живу в этом доме, боюсь, что ты в любой момент можешь от меня отказаться. Эта женщина постоянно рядом с тобой, ты едешь к ней домой. Как ты можешь от меня спокойствия ожидать? Что еще я могу сделать? Ты права. Да, я права, но это ничего не меняет. А если твоя мама и папа приедут сюда, что-то изменится? Моя мама и папа? Да. Я серьезно. Хочу поскорее познакомиться с твоей семьей, Элюль. Элюль, хочу поскорее познакомиться с твоей семьей. Но... Но они в Америке, ты знаешь? Ничего. Привезем их сюда. Нет. Они и так приедут, но... А ты... Элюль. Слушай, я хочу, чтобы это стало официальным. Хочу, чтобы ты была спокойной, чтобы ты перестала волноваться. Жене, я... Ну, у тебя же... Отговорок нет. Хочу поскорее познакомиться с твоей семьей. Хочу получить дикое одобрение и стать твоим нуждом. Хочу, чтобы стала моей женой ты. Извини. Извини. Секунду. Да. Ну, Элюль. Что будешь теперь делать? Спорт в настоящей личности раскроется. Мало осталось. Да, это я. Это испанка. И, кстати говоря, за тот стол во время бракосочетания сядешь не ты. Это будет Фариде. Сестра, мне страшно. Не бойся, нас защитит зонтик. Но он же неправильно стоит. Пускай заточит в себе молнии. А потом внутри появятся звезды. И больше не будет молнии. Нет. Закончится. И ты тоже больше никогда не будешь бояться. Куда ты подевалась? Брюки купила просто. Ехала поменять их. Ну, вот как. Может, ты наденьешь свои брюки? И мы с хорошенько поужинаем. Что скажешь? Я немного устала. Задлежишься на меня? Нет. Да. Эй, Илюль. Все еще заживайся на меня. Я в обиде, Джунейт. Я живу в этом доме, боюсь, что ты в любой момент можешь от меня отказаться. Эта женщина постоянно рядом с тобой. Ты едешь к ней домой. Как ты можешь от меня спокойствия ожидать? Что еще я могу сделать? Ты права. Да, я права, но... Это ничего не меняет. А если твоя мама и папа приедут сюда, что-то изменится? Моя мама и папа? Да. Я серьезно. Хочу поскорее познакомиться с твоей семьей, Илюль. Хочу поскорее познакомиться с твоей семьей. Но... Но они в Америке, ты знаешь? Ничего. Привезем их сюда. Нет. Они и так приедут, но... А ты... Эй, Илюль. Слушай, я хочу, чтобы это стало официальным. Хочу, чтобы ты была спокойной, и чтобы ты перестала волноваться. Женет, я... Ну, у тебя же отковорок нет. Хочу поскорее познакомиться с твоей семьей. Хочу получить дикое одобрение и стать твоим нуждом. Хочу, чтобы стала моей женой. Извини. Секунду. Да. Ну, Эй, Илюль. Что больше теперь делать? Спорт венстрии, чья личность раскроется? Мало осталось. Да, это я. Это испанка. И, кстати говоря, за тот стол во время бракосочетания сядешь не ты. Это будет Фериде. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok